Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Мама на море, канале об отдыхе и жизни в Турции. Мы сейчас разговариваем с вами о жизни в Турции, конкретно о том, как мы оформляем свою новую покупку, нашу квартиру в Турции. Сейчас мы приехали в такое интересное место, где собраны все магазины мебели. Мебели, кроватей, разных отделочных материалов, они как бы сконцентрированы в одном месте. Видите, филиалы есть по всей Анталии, но здесь можно как бы зайти и пройтись по ним по всем одновременно. Это очень удобно. Видите, здесь это все выглядит, ну так, плюс-минус как склады, но здесь все известные разные фирмы, которые Яташ, Билона, все это здесь есть. Челег, магазины, пол здесь тоже можно посмотреть. И мы приехали сюда покупать стул и стулья для нашей новой квартиры. Вообще мы практически сразу нашли вариант, который нам понравился, и стулья, которые мы ранее видели в другом магазине, и нам, ну они очень нравились, но там их раскупили. Но все равно мы пошли дальше смотреть. Оказалось, что эти стулья есть во многих магазинах. Все везде по разной цене, то есть везде надо спрашивать, везде нужно торговаться. Если вы покупаете там 4-5-6 стульев, то просите тоже скидку. Ну и в результате мы нашли магазин, где было все сразу. Друзья, мы нашли мир столов, придумали себе задачу, что нам нужен круглый стол, и здесь единственное место, где мы их нашли. Причем оказалось очень удобно то, что можно выбрать вот такой круглый стол любого размера и выбрать любую ножку к нему. Такой вот получается трансформер. Плюс здесь можно торговаться, не забывайте в Турции торговаться. Мы чуть-чуть поторговались, может быть можно было и больше, но нам сторговали 300 лир. Очень даже было приятно. Плюс смотрите, здесь очень много, большой выбор стульев. Вот эти вот стулья, они продаются оптом. То, что внизу можно покупать как бы по одному, да, по одному. Цены разные, видите, стульев очень много. Мы купили вот такой стул, как этот золотой, но мы взяли черный, черный с черным покрытием. Сейчас я вам покажу. Вот, и здесь круглые столы. Нам понравился вот тот размер, мы его взяли, но обивка дерева вот эта. И плюс ножку, ножку мы решили взять вот эту железную. Этот весь комплект вместе у нас посчитали. Вместе со стульями, вместе с большим столом, он 110 сантиметров в диаметре, у нас получилось 4400 лир, что в переводе вот такая вот сумма по текущему курсу. Мне кажется, что это место стоит вам оставить. Я сохраню точку, потому что реально, где вы можете приобрести хороший какой-то вариант стола, можно тоже размеры столов, короче, все можно менять, он все записывает. И тут большой выбор стульев, то есть можно что-то красивое для себя приобрести. Мне здесь стулья, все столы, в принципе, понравились. Еще очень радует, что месяц назад мы бы купили, если переводить на рубли, то это все за практически 4000 рублей, ведь 40000 рублей. Сейчас же мы покупаем это все меньше, чем за 20000 рублей, то есть это 4 стула и один большой стол в нашу кухню. Да, еще особенность такая, что иногда в этих магазинах, вот это, кстати, мне стол тоже понравился, потому что мы хотели круглый, он деревянного массива. В таких магазинах обычно, если платишь кэшем, то дешевле. Здесь одна цена кэш и кредитка. Вот, поэтому нам выгоднее кредиткой, конечно, заплатить. Мы всегда платим везде, в принципе, в магазинах, везде-везде. Мы платим карты S7 Tinkoff, S7, All Airlines Tinkoff. Мы копим баллы и на них ездим в отели. Мы копим баллы, на них летаем. То есть нам это очень выгодно, возвращать именно все эти покупки баллами для перелетов и отдыха. Если вам это интересно, как с помощью накапливать баллы и их тратить впоследствии на всякие полезные перелеты и отдых, то я внизу вам оставлю статью. Прочитайте, как мы это делаем. Уже на протяжении 8 лет мы клиенты банка Tinkoff. Друзья, мы опять в медиамаркте, и мы пытаемся выбрать холодильник. Нам нравится LG, но мы нашли грунтик примерно с такими же характеристиками на 4000 лир дешевле. И нам кажется, что более правильно купить именно его. Сейчас читаем отзывы. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Так, вот он холодильник. Здесь тоже какой-то есть экран 6699. Сейчас Дима откроет. И вот он внутри. Две полочки. Нам нужно, чтобы морозилка была внизу. Здесь вот тоже есть раздел для овощей. Очень приятная отделка такая, железненькие такие штучки. Нам нравится. Что мы еще хотим от холодильника? Wi-Fi нам не нужен. Из посудомоек, так как у нас они рядом стоят, они должны быть одного цвета, поэтому мы тоже смотрим металлическое. И вот этот вот тоже грунтик. Это немецкая фирма, насколько я прочитала. И 400 тоже примерно такая же цена. 4999 лир. Вот класс энергопотребление. У него Е 95 киловатт. И у него очень маленькое потребление воды. Это хорошо. Им надо избавляться от товаров, они не делают подарки. А что это? Нам, короче, сделали... Подарили какую-то чугню. Нет, ты говоришь, не подарили. А типа, если вы включите, типа, ваш заказ у вас еще на 20 лир, все получится дешевле. Ааа. Если вы там еще не получите вот это. Это за ерунду и еще 20 лир сверху. Да, здесь, короче, какие-то чистящие, похожие приборы. Ааа. А, средства для, кстати, чистки плиты. Идеально. Идеально. Друзья, если вы в Турции и хотите что-то перекусить, такое быстрое и вкусное, и недорогое, то обратите внимание на пиде и на чербу. Вот этот вот набор у нас стоил всего 49 лир. А здесь внутри шпина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok